То, с чем пришлось столкнуться в Бахмуте, поначалу не укладывалось в никакие рамки. Я видел места в этом направлении, в этом секторе работы, где просто все было устилено российскими военными. Я чувствую себя именно здесь и сейчас на своем месте максимально. То есть я считаю, что я сейчас делаю самую важную работу в мире. Дэн, расскажи, как давно ты служишь в полку Калиновского, как ты сюда в уголе потрапил? Я служил в полку Калиновского с самого начала его образования, то есть с первых чисел марта месяца. Скажем так, я перешел сюда. По своему желанию попал я в Украину, в Киев, из Варшавы, из белорусского дома. А чем ты до этого занимался? До этого я работал барменом, до этого работал инструктором по сноубордингу в горнолыжном комплексе «Букавель». Там меня, кстати, война и застала 24 февраля. Ким ты служишь? Какие твои обовязки у полку? Хорошо, да. В данный момент я командир отделения пятерки батальона «Волод». Ты находился на боевым задании под Бахмутом, был поранен. Расповедите, как ласкалось, про этот бой, как это отбылось? Наша группа должна была занять участок городской застройки, скажем так, и держать определенное направление для недопущения проникновения туда противника. Многое из того, что происходило, до сих пор еще, скажем так, секретно. Мы выставились, заняли точки для нашей работы, и все немного пошло не по плану, скажем так, потому что противник в это время решил пойти на штурм, и, скажем так, он атаковал нас с фланга и с тыла. Была уничтожена одна из наших эспешек, то есть наблюдательный пункт, на котором находились украинские воины, превосходящими силами противника, потому что четырех бойцов штурмовало больше взвода. Они понесли потери, к сожалению. Далее, скажем так, противник скатился на нас, и мы приняли бой. Очевидно было, что у противника превосходящие силы около взвода нас штурмовало, наш личный состав составлял восемь человек, то есть отделение. При всем при том, мы приняли бой, дали бой противнику, в котором противник понес потери. Ну, это прямо очевидно было. В один из моментов в стену дома над моей головой прилетел ВОК. Ну, вы знаете, что такое, выстил одноразовый гранатометный. Скажем так, мне прилетело в лицо, в скулу, в руку. Все залило кровью, поэтому нужно было выходить из боя. Также мой напарник получил ранение в бедро. Осколок ударил ему еще в шлем один. И было принято решение выходить из боя, скатываться на наши основные позиции. В процессе отступления мы продолжали вести бой, наносить огневое поражение противнику. Доходило до таких близких дистанций, до броска гранаты. То есть выходили на очень плотный контакт с противником. Бахмутский керунок сейчас один из самых горящих, может, даже самый горящий на фронте. Что там сейчас отбывается? Ты бачил эту ситуацию? Как поводят себе российские оккупационные войски? Кажут, что они идут литерально по телу своих загинулых. Участвовал в боях с противником по всем горячим областям. Херсонское, Запорожское, Северодонецкое, Литичанское направления. И то, с чем пришлось столкнуться в Бахмуте, поначалу не укладывалось в никакие рамки. Потому что изначально это были какие-то штурмовые волны из пехоты российской, которая просто могла, как во Вторую мировую, идти по полю и стрелять из автоматов от бедра. Я просто видел, как наши пулеметчики просто кладут их штабелями. И потом, когда мы уже выкатывались на их позиции, я подходил, переворачивал бойцов. Очень странно, средний возраст, где-то от 20 до 30 лет. То есть, в принципе, молодые ребята. И так бездарно гибли. Было немного, знаешь, не по себе от этого. Но работа есть работа. Мы работали много и плотно. У нас были операции и за самим городом. То есть, по недопущению противника в посадке, в какие-то застройки и так далее. И действительно, я видел места в этом направлении, в этом секторе работы, где просто все было устилено российскими военно-погибшими. Для чего это именно для тебя? В общем, твоя мотивация сейчас оборонить Украину после четвертого ранения и вертаться далее на фронт. Я чувствую себя именно здесь и сейчас на своем месте максимально. То есть, я считаю, что я сейчас делаю самую важную работу в мире. Это правда. То есть, это у меня в душе, это у меня в сердце. И я работаю с такими же людьми. У нас в пятерке, в нашей, в Волоте, в разведке только такие ребята и служат. Они здесь по зову сердца и по зову души. И мы готовы не только наносить противнику поражения, мы понимаем, что мы на войне и мы можем погибнуть. Мы готовы погибнуть за Украину. Потому что, знаешь, я искренне верю, что я на стороне справедливости, я на стороне добра. И я за 10 месяцев войны видел, что такое русская агрессия, что такое уничтожение украинского народа. Просто это все не может пройти просто так. И как-то мимо отпустить и пропустить это невозможно. Даже сейчас, находясь в городе, я постоянно думаю о ребятах, которые продолжают работать. И знаешь, такое маленькое чувство предательства, что я здесь, а не с ними. И я как можно быстрее восстановлюсь и вернусь на фронт, на работу. За 10 месяцев, что ты в этой войне, какая наибольшая эмоция, что наибольшая уразила, что ты побачил за эти 10 месяцев? Ты знаешь, столько всего было, что это может занять не один час. Но из такого самого, скажем так, страшного, это в самом начале, когда мы заходили в бущу, это трупы гражданских, которые просто лежали около своих дворов, около своих домов, на дорогах просто много-много тел погибших гражданских украинцев. Женщины, дети, старики. То есть, знаешь, когда просто ехал мужик обычный на велосипеде, его расстреляли из Бэхи, из БМП. Это ужасно, конечно. Вот это оставило очень неизгладимые такие, знаешь, впечатления негодяйские со стороны противника. Ну а так было очень много всего. То есть, в Бахмуте это просто ковер из уничтоженных противников, которые просто с зеленой формой была усыпана вся посадка, там, не знаю, сотни трупов. Что для тебя самое тяжкое вось у твоей службе? Некие побыты воевать жить и просто вось измириться с тем, что ты в молодом взросле вымушен не воевать зараз, а не буду давать свое життя? Старик мне 42 года. За это время и при такой интенсивности, скажем так, нашей работы, я настолько привык к каким-то тяготам и лишениям этим армейским. То есть, знаешь, когда ты на каком-то выходе четверо суток просто спишь в посадках, вынужден за день краситься, где-то, знаешь, ползти по 8-10 километров, то есть делать доразведку местности, выявлять противника и, скажем так, докладывать своему командованию. К этому привыкаешь и к этому начинаешь относиться просто как к тяжелой мужской работе, которую ты должен сделать и должен сделать хорошо, потому что от этого зависит и твоя жизнь, и жизнь твоих побратимов, и вообще успех какой-то операции. Российцы пойдут еще одной хвалей на Киев? Те то, что зараз мы башем под Бахмутом и Сальдаром, это столь ихных махчымастей? Ну, ты знаешь, у Российской Федерации практически неограниченный человеческий ресурс в плане того, что, ну, давай просто возьмем математику и цифры, в миллионном, скажем так, эквиваленте именно человеческого ресурса в Российской Федерации больше. Мы же берем больше выучкой, применением оружия, правильной военной смекалкой и тактикой ведения боевых действий и стратегий. Мы пока на этом очень хорошо выезжаем, скажем так. Касаемо еще одного захода на Киев, я уверен, что они получат таких же, как и было это раньше, они это прекрасно понимают, поэтому стратегические возможности сейчас захода на Киев у них нет, потому что это по-любому было бы видно накопление каких-то сил и средств на белорусской границе, откуда можно заходить, или на участках, с которых это возможно. Все доводилось от тебя бачить, сутокаться вот с этими свежемоделизованными войсковцами российскими, которые литерально без некой тренировки были брошены на фронт? Да, так точно. Мы даже, скажем так, общались с пленными военными российскими. И среди них были и офицеры, которые просто изначально ехали на учения, в самом начале еще. Они просто отдавали автоматы, грели, что мы из них даже ни разу не стреляли. Вот. Ну, то есть я имею в виду на территории Украины. Были контрактники, которые пошли на войну именно целенаправленно, зная, куда и зачем они двигаются. И точно так же, да, были ребята, я сам их вез в машине, конвоировал, скажем так, которые именно мобилизованные, которые вообще не обученные, не обстрелянные, скажем так, которые даже попали в плен, просто когда началась штурмовая операция, они выбрасывали оружие из блиндажей, зашились в блиндаж втроем просто и сидели в нем. То есть там через 3-4 часа после штурмовой операции их просто оттуда достали, ну, с поднятыми руками, они не оказывали никого сопротивления, потому что они тупо даже не умели, знаешь, вести боестолкновение. Особенно, когда идет штурмовая операция, и это боестолкновение лицом к лицу с противником на коротких дистанциях. Да, это на самом деле для обычных людей, это довольно-таки страшно, и это противоестественно. Поэтому многие просто кидают автомат, ложатся, и паникуют, и не знают, что делать. Вагнеры, с которыми ты стыкался, это действительно такая российская элита. Чем они одрозниваются от тех, с кем приходилось воевать ранее? Не надо делать из ЧВК «Вагнер» какого-то монстра, то есть в плане того, что они какие-то сверхъестественные профессионалы. Частная военная компания «Вагнер» состоит из людей, которые профессионально служили в армии, то есть которые именно проходили службу в силах специальных операций, в десантуре, в десантно-шномовых бригадах, то есть военные именно профессионалы. И далее идет по градации. Гражданские люди, которые получили военное образование, то есть и научились воевать. Дальше идут, допустим, рядовые ЧВК-шники, которые просто набрались опыта за время войны. То есть раз за 10 месяцев ни человек не уничтожен, он за это время учится воевать, то есть и он уже достойным противником является. Дальше идут зэки, зэки, которые просто выполняют приказ и говорят «берите и идите». У нас были такие примеры, когда двух «Вагнеров» пулеметчик положил просто с 20 метров, они просто вдвоем в полный рост вышли на него. Один нес какие-то две сумки, автомат был за спиной вообще, и второй просто держал автомат стволом вниз опущенный. Они просто вот так вот вышли на наш пулеметный расчет вдвоем. То есть о каком профессионаловании там может идти речь? Твой прогноз, как ближайшим часам будет развиваться эта война, где долучатся белорусские войски по загаде Лукашенко, и о голом чего-то ждать удалейшим от российской агрессии? Российское и белорусское руководство настолько умеют переобуваться и принимать абсолютно неадекватные разные решения, то есть что ожидать можно чего угодно. Можно ожидать и вступления белорусских военнослужащих в активную фазу войны. Они в принципе принимают в ней участие, я так считаю, предоставляя свои площадки для тренировок и взлета самолетов, вылета ракет с белорусской территории. Это уже принятие участия в войне однозначно. То есть Беларусь уже воюет, я бы это назвал так. Просто делает это, как всегда, ну как ты знаешь, такой деревенской хитростью своей, из-за нашего руководителя так называемого. Поэтому, конечно, могут и вступить в войну, и сюжет военных действий может развиваться как угодно на самом деле. Все будет зависеть от стойкости украинских бойцов и лиц, которые несут за это ответственность. И, конечно же, от российского и белорусского народа, который, может быть, все-таки встанет и скажет «хватит», скажет «нет войне», потому что, ну, вы же понимаете, что гибнет колоссальное количество людей, военнослужащих и мирного населения. Я видел очень много. Это просто набитого мирняка. Это просто дикое зрелище, и люди страдают очень сильно от войны. И с одной, и с другой стороны. Понимаешь? Но Украина, конечно, терпит колоссальные беды и несчастья в этой войне. Поэтому, я думаю, 23-й год все расставит на свои места. В течение этого года все будет понятно, и Украина обязательно победит. Спасибо. Спасибо.